Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня у нас воскресенье, это значит, что сегодня у нас снова вечер всратых хорроров. Всратые хорроры — это не обязательно плохие хорроры. Всратые хорроры — это, как правило, дешёвые хорроры, сделанные на коленке или через задницу, но людьми, которым интересен жанр и которые хотят что-то сказать в нём. С другой стороны, есть всякие крупнобюджетные хорроры, которые делают руками и за очень большие деньги. Вот только руки кривые, и на финальный проект ребятам насрать, понимаете? Поэтому, собственно, как-то вот так получается. Банка из-под кофе. Кофе называется «Ни с хуя». Так, а чё? Распакуй рюкзак. А, ну да. Кто это? Так. Интернет опять лагает. В смысле лагает? Я только, блин, собрался смотреть. А чё там? Чё там? Ужасы. Пионерских лагерей. Лето 58-го. Чё там? Ездок беспечный. Беспечный ездок, я понял. О, господи. Папа? Папа, ты опять? Папа, я надеюсь, что под этой простыней хоть что-то есть. Я про одежду, папа. Нет, точно краска была палёная. Что не так с этим рубильником? Пойду включу свет. Мама не в духе сегодня. Ну ладно. О, господи, блядь. Ладно, хорошо, хорошо. Может быть, что-то у тебя и получилось. Дверь закрой. Че свет. Садись. Чипы электронные для системных плат. Что вообще? Беречь от детей, хранить в сухом месте. Чё, какого хрена? Производство. Город Москва. Улица Прибрежная. Дом 3, дробь 2. Офис 42. Какого? Мать его хрена. Чипы в коробке лежат на засранной кухне. Че спиздил, че спиздил. Терешку спиздил. На выход. Простите, мой французский, конечно. Подожди, а где у нас мусор? Ну, типа, наружу выносить? Или как? Или мы просто скидываем его сюда? А че бы нет? Я бы скинул, че такого-то? Ну, типа, не выносить же, типа, как быдло какое-то на мусорный бак. Можно просто тут кинуть, пускай другие донесут. В смысле выносить окно для чего? Ну да, с другой стороны. Это как мы с Дашей гуляли в одном районе. Еще в Уфе когда. Смотрим, стоит панельный дом. У газонов таблички. Вот. Но таблички надписями к окнам, а не к прохожим. Я такой в смысле говорю. А че с табличками? Почему они к окнам? Заглядываем, там написано мусор из окон. Не выкидывайте, будьте людьми. Ой, я думаю, вот это свино-то, конечно. Подожди, это же она? Я в миллионе хорроров тоже видел. О, боже мой. Блядь, это пьянь, ты знаешь. Каждый раз какие-то новые фортеля выделываете. Бабуль. Пролезть через люк. Я не могу почему-то. О, господи, ёб твою мать. Да ладно, хорошо. Ладно, слегка удивился. А, ну так тут прохода-то нет. Господи, это краска. Ну, она реально все испортила. Здесь. Папа! Папа. Папа пришел. Только папа сыт, как полковая лошадь. Папа. В свет, когда починим папа. Я не могу уже со свечкой ходить. Папа. Не папа. После папы не смоешь. О, господи, блядь. Ладно, хорошо. Проснеться. Опа, озвучка. Саня, проснись. Ты вот ходишь там, стучишь, блядь. Ты в курсе, что у меня болтарец есть. Это еще все стучал. Куда я отрежу, нахуй, нечем стучать, будет понял? Еще один, блядь, болинга занимаешься. Максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор яшу, блядь, не зарезал. У Яши же там типа почки, это до сих пор на месте. Уженер должен за ним охотиться или как-то так. Что, блядь, заснул? Здесь больше не было за этот мист. Да. Так, я не понимаю. Понимаете рекурсию, да? Вы смотришь на стрим, на котором смотрите летсплей. Мне нужно позвонить. Так, это стандартный 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 стандартный. Была стандартная скрама, а стандартный я видел такую рожу, уже неоднократно не раз видел такую. Здравствуйте, да. Ух, ебаня. ну то есть смысл в том что уснул что я могу сказать знаешь летопись от восьмого прекрасный хор вон ну типа как бы был достаточно банальным и во второй половине плохим но в целом он был классным вторая игра которую мы играли от них но вот это вот которая была как она там на день отца она была под колено плохой вот эта игра скорее плохая чем хорошие тут было несколько прикольных скримеров и та самая квартира который мы видели в пить 53 порах наверное то есть собрана на коленке но с другой стороны собраны на коленке человеком который делает вполне неплохо сама по себе игра была собрана неплохо плане но я не знаю как-то фильтра накатывает и тому подобные картинка выглядит мягкое приятно но я так понимаю это просто игра прикол на новый год ну развлекла нас на вечер ладно чё ладно сколько вас там сейчас опять 6 тысяч человек вот знаете если вы сидя будете сжимать и разжимать время от времени так раз два раз два свой анус таким образом вы предотвратите образование так сказать а повреждений на своем свинтере берегите свою жопу с молоду хорошо это очень полезно для вашего здоровья начинаете давать раз а два не будет простить уролог мне сказал что это бесполезно лучший способ ходить один час в день лучшая профилактика а так час до чатик и стример будьте здоровы данте ты хочешь сказать что вся моя пропаганда сжимания и разжимания не имела смысла это врешь какое-то там услышал какой уролог что ты несешь вообще я про это в интернете читала в интернете никто никогда не врет понял кроме тебя так вас сажмите же анус братья и сестры мои наше учение правдиво и ретики не смогут сбить нас верного пути раз-два хит-парад всратых знаешь лысый чел такой такой спрятался возможно выглядело так как будто я не испытал ни одной эмоции на самом деле внутри я покакал но что ты такой откуда ты взялся кто ты доминик доминик не надо доминик все в порядке и безопасности тебе здесь не навредят мы же семья довольно странно но я бы сказал неплохая игра на самом деле она как минимум позволяет временами проораться чё бы они отдать трейлер посмотрим когда выходит там это же сергей дружку бля ты знаешь это как резидент его 7 вилл и штука такой но вот его машину сбила до что-то происходит моя новая супер ожидаемая игра ну ладно ладно хорошо скоро выйдет я думаю автор этой игры мне доступ к ней точно больше не даст эксклюзивный я не то что я засрал надо реально выглядит плохо но при этом она мне понравилась девушка ты точно уверен что ты хочешь тут писать не знаю писать стоя ну кому полный писсуар урины жесть а ты парень спасибо спасибо за звуки товарищ степану нет там никого господи подожди то есть это получается проломленная дверь во душевую и в туалет и в раздевалку но у другой двери входной здесь нет да то есть это по сути была замкнутая комната то есть который в принципе не было дверей что у нее с лицом это как фильме она демон а этот ну как бы ну типа ты тут стоишь такая не пускаешь меня ну давай обниматься чё 2 2 а она стала шреком в общем да игру прислал нам владимир владимир довольно забавный тупо опять на вторые пути прибывает блин может не туда перейти мой мою сторону поезда не ходят почему не стоит платформа уезжаете о наш жизнь ну в общем вот такая коротенькая игра чат как обычно молодцы прислали хорошую игру да ладно не может быть такого серьезно взяли и прислали хорошую игру молодцы о кнопка сожженная так давай на второй эти скримеры сегодняшний господи какого же хера это же так опять бабы зина бегала не смогался однако здравствуйте вдруг что-то всрался о нет ничего бы кромс попали или что ну вот опять кроет это образец как раз того про чем сегодня говорил это супер мега всрат и убогий хоррор но он работает это первая игра за сегодня на которой мне было местами тревожно она была хорошей классный хоррор мне понравился вот одобряю что-то в трубах следующая игра называется следующая игра называется что-то так сначала тут в папке есть вот такой файл называется прочти меня или твой компьютер взорвется угроза считаю я только один путь которым вы можете выставить свои видео настройки они не могут меняться во время игры рекомендую играть игру в оконном режиме потому что фоллскрин моде постоянно какое-то странное дерьмо происходит серьезно не пытайтесь играть в это в фоллскрине если вы планируете записывать эту игру или стримить ее друзьям через дискорд это уже вызвало хаос в прошлом так мне уже нравится в одном питомнике посадили несколько обезьян в клетку и рядом положили банан когда обезьяны хотели взять банан их обливали холодной водой они отпрыгивали ждали потом опять тянулись за бананом и их опять обливали водой итак каждый раз до тех пор пока не не прекратили попытки полакомиться бананом потом из клетки убрали одну а вместо нее подсадили новую обезьяну новенькая увидела банан и только хотела его схватить как все остальные опытные не раз облиты водой понимая что сейчас случится свизгом и криками вписали ей пинков и так несколько раз пока новенькая не усвоила банан трогать нельзя потом убрали ещё одну из стареньких и на ее место запустили новую история повторилась как только новенькая тянула за бананом остальные обезьяны били и и причём биллы и то который не обливали на она чётко знала банан трогать нельзя так постепенно всех обезьян которые обливали заменили на новеньких который не знали первопричины но банан по-прежнему не трогали и И когда в клетке появлялась новая обезьяна и тянулась за бананом, остальные сразу начинали бить ее, чтобы не трогала. Никто из них не знал, зачем и почему нельзя брать банан, но знали они четко. Здесь так принято. Я думал, это анекдот. Че за депрессивная срань ты? Че, чел? Ну, вообще, глубокомысленно, конечно. Это ж классика. Да, но я забыл ее. А ты мне напомнил. Ой, дамы и господа, сегодня был хороший вечер в Санатах Хоррор. Спасибо большое за просмотр. Спасибо большое за присутствие на стриме. Спасибо большое за донаты. Спасибо большое за теплые отзывы и сердечки вот эти вот и все такое. Надеюсь, сегодняшний ваш вечер завершится хорошо. Удачной недели. Пусть она будет лучше, чем предыдущая. Вот. А я постараюсь вам скрасить вечера, как там пойдет. И все. Всем пока. Пока-пока-пока. Ой. Пусть она будет лучше, чем предыдущий вечер в Санатах Хоррор. Ой.